Проблема нелегальной иммиграции, например, в Москве и вообще в крупных мегаполисах, она выходит на первый план. Во всем соцопросам номер один. Почему? Людям действительно не нравится изменение культурного баланса. Когда приезжают чужие, неважно кто, чужие не местные, странные, отличаются от нас, ведут по-другому, разговаривают на непонятном языке. Россия подошла к тому моменту, когда все комплементарные люди уже давно переехали, получили российское гражданство. Сейчас приезжают те, кто никогда не жил в Советском Союзе, не знают русского языка, не изучал его в школе. Очень сомнительно относятся к русским, потому что считают, что мы слишком наглые, тут у нас, в общем-то, мы не работаем, у нас типа все с неба сваливается, они трудятся, но почему-то девушки белые, которые ходят без платков, а значит они легкого поведения, они почему-то не отвечают им взаимностью. Поэтому эти конфликты будут усиливаться, количество убийств и изнасилований будет расти, которые совершают мигранты, неважно, легальные или нелегальные. Та политика, которую проводят дело с Российской Федерацией на протяжении 15 лет, она потерпела фиаско. То есть это все равно, что бороться с наркоманией путем легализации наркотиков. Вот таким образом Российская Федерация боролась с нелегальной иммиграцией. Есть иммигрант, давайте его легализуем, и он типа станет легальным, а значит законопослушным. Это абсурд. Вред нелегальной иммиграции в том, что этого человека сюда никто не звал. Он самозванно приехал. Незваный гость. Очень-очень хуже татарин, есть такая русская пословица. Как вернуть ситуацию к согласию, чтобы мы могли действительно друг к другу ездить в гости и уважать друг друга? Первое. Визовый режим. Приезжают только те, кого здесь действительно ждут, за кого готовы заплатить, кому ездить проживать, у кого на счету есть определенные суммы, чтобы он мог там пока устраиваться, например, на работу, если действительно такая необходимость есть. Потому что, когда задекларирует, что у него есть счет, в счете в банке лежат деньги, пускай купит страховку, пускай платит билеты. Это нормальные цивилизованные подходы. Никто не пострадает от того, что часто мотивируют так, что мы не можем разрушать связи, и там много русских, например, в Средней Азии. Значит, русских там почти не осталось. Тех, кто остались, поверьте мне, в Прибалтике огромное количество русских, и они не испытывают проблем с приездом в Россию. Они все получили кто-то российские гражданства, на самом деле, а кто-то визы, потому что хочет быть европейцем, жить ЕС. Нет никаких проблем.